привет друзья сегодня у нас мероприятие мы в гостях у наших замечательных друзей и очень близких людей которых мы очень сильно любим в их замечательном большом доме сегодня мы решили им помочь и приготовить скажем так party для их гостей и наших друзей ну вот я в своей стихии куча специй еды ну что начинаем запекать овощи мы сейчас делаем морковочку смотрите как я нарезаю мы ела овощи к шашлыку вы скажете ну давай запечем овощи прямо на гриле да конечно вы можете запечь овощи прям непосредственно на гриле я могу вам сказать вот что всегда нужно соблюдать баланс вкуса вот если я делаю шашлык на костре то я овощи лучше сделаю в духовке я сделаю на сковородке и я буду использовать такие специи которые оттенят их и добавят им вкус такой невероятный который будет в сочетании шашлыком просто бомба и так смотрите мы делаем с вами морковочку вот я не нарезал такими вот скажем так полосочками добавляем сюда коричневый сахар соль прям щепотками такими немножко меда так уксус можете использовать винный уксус или же яблочный оливковое масло у меня нефильтрованное оливковое масло если вы не пробовали нефильтрованное оливковое масло но это просто бомба обязательно попробуйте дети на кой мутная потому что она холодного отжима она не прошло вообще никакой термической обработки многие говорят что оливковое масло не рекомендовано жарить скажем так и обрабатывать при высокой температуре на самом деле все это байки если вы были бы в испании скажем так и в италии или во франции вы бы увидели что оливковое масло используется посиментной причем самого холодного отжима то есть virgin oil так оливковое масло сегодня мы с вами попробуем новую специю называется чимичури это специя сделано на основе аджи вот так вот посыпаем и запекаем 200 градусов в среднем минут 25 для того чтобы они скажем так поджарились и приобрели цвет до полной готовности доводить не нужно потому что нам нужно сделать так чтобы овощи подали вы гостям своим с пылу жару то есть я когда ведут до практически на 50 процентов готовности и когда уже шашлык будет готов луковые кольца готовы картошка фри готова мы овощи подогреем в духовке буквально при 250 градусов в течение буквально 5-7 минут и они будут тоже горячие все симметрично мы подадим духовку обязательно разогрейте заранее не нужно никогда оставить продукты в холодную духовку так отлично вот смотрите-ка я поставил сковородку гриль сейчас мы на ней с вами будем делать баклажаны оливковое масло я посолил баклажаны с обеих сторон жарим температуру чуть-чуть снизим для того чтобы они сильно не горели пока баклажаны жарятся перец прямо вот так вот нещадно такими кусками ложим чашку вы знаете в деревенский стиль приготовления блюд он является самым современным на сегодняшний день вот это вот эстетика выбрать семечки убрать все это делает да ради бога зачем это все дает нам дополнительный вкус еще немножко масла с баклажанами нужно скажем так чувствовать подачу масла потому что если слишком много дадите масло они будут у вас сильно жирный если зайдите мало масла не будут у вас слишком сухие перец оливковое масло уксус белое вино не надо использовать дорогое вино используйте обычно если торпака пить его конечно невозможно но для готовки это просто незаменима добавляем сюда тимьян сухой розмарин черный перец немножко аджи так немножко сладкий сахар тростниковый и обязательно соль все это смешали сейчас мы все это дело с вами поджарим на сковородке баклажаны вот еще чуть-чуть с той стороны и этого будет уже в принципе достаточно у нас с вами уже есть вкус красивый цвет и когда мы будем это доводить в духовке у нас с вами получится просто bellissimo готово цукини сейчас наши баклажаны будут готовы и поджарим цукини посмотрите какая красота какой цвет она хрустящая и сладенькая и уксус и соль и все вместе это просто бомба можно посыпать конечно сыром пармазан но мы не будем этого делать уже скажем так делать такие извращения укладывайте на свой лист ну как бы вот такими полосами чтобы это выглядело привлекательно и красиво в духовке мы сейчас с вами сделаем кусочек сельдерея баклажаны еще чуть добавлю температуры много масла не надо наши блюда должны быть сбалансированы они должны быть вкусные выразительные но и в коем случае не жирный потому что если мы с вами будем есть жирную пищу это нехорошо даже если это оливковое масло корень сельдерея невероятное вкуснятина из него можно делать так называемый чешский бромборовый салат картофельный салат или же можно просто запекать как запекают его в ирландии в англии опять же с медом розмарином вином уксусом солью мы сделаем вариант английский и ирландский все отлично готова сюда следующий по той же схеме чуть-чуть аджи сахар соль тимьян розмарин добавим чуть-чуть чумичури сухой чеснок чёрный перец немножко меда много не надо уксус вино это все чуть ниже так готово пробуем класс наша духовка 200 градусов она работает с вентилятором видите как тоже дымит вот это все даст нам о вкусный вкусный вкус ставим сегодня мы будем делать и шашлык и луковые кольца и картошку фри нам нужно так чтобы все наши блюда которые мы с вами подготовили как бы пришли к общему знаменателю поэтому я овощи довожу до полуготовности и потом когда уже все будет готова я их доведу в духовке и подам следите за температурой ведь я постоянно это повышает он снижают наш перчик перчик мы будем жарить на обычной сковородке еще у нас есть лучок лук мы с вами тоже подготовим на гриле посолим оливковое масло и уксус больше ничего не надо вот так вот пусть отдыхать ну я могу добавить чуть-чуть а джи достаточно ложим тукини следующий этап грибочки грибы мы будем с вами жарить тоже на сковородке целиком нет необходимости их речь вы увидите как они будут выглядеть пошли по старой схеме оливковое масло так уксус вино грибы любят вино черный перец аджи тимьян чуть-чуть сахара соль процессе жарки я добавлю еще вина вино и уксус дают нашим грибам невероятный вкус я уже много раз говорил наших видео ни в коем случае не надо пережаривать овощи все эти овощи которые сейчас сделаю в общем то допустимо есть даже старыми что добавлю чуть температуру готова видите по ходу пьесы я вижу что мне не хватает масло для того чтобы у нас получился красивый карамелизованный цвет поэтому я добавил немножко масла сейчас попробуем на вкус добавлю вина хорошо он еще минут 10 так наши черри томатус та же самая схема вообще она без проигрыш на оливковое масло вино все понемножку уксус соль сахар тимьян черный перец аджи или же чили но с чили я вас предупреждаю что обязательно нужно быть аккуратным цукини наши готовы сковородку убираем ставим другую сковородку другого формата пусть греется замечательно все отлично кстати корень сельдерея у его тоже можно кушать без термической обработки поэтому нет необходимости его жарить прям жарить 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 если вы смотрели наше видео солдат колеслав мы там использовали свежий сельдерей все готово теперь мы будем работать только со сковородкой в какую квартиру из своих друзей я приезжаю там начинается вот этот ужас все в жару в дыму все коптится жарится и парится ну все меня прощают потому что любят вкусно покушать хорошо наша сковородка готова наливаем чуть-чуть оливковое масло как всегда и ложим грибочки закрываем крыше отлично пробуем мама мере очень так следующим пойдет у нас с вами перец черри томатов зеленый лучок ну вот посмотрите вот такие наши грибочки ну не чудо ли а реально чудо хорошо сюда перец не надо мыть сковородку весь этот благородный нагар этот то что как говорится бог нам послал невероятный аромат и вкус используйте его да свою пользу опять закрываем крышечкой пусть жарится добавим все до такого состояния наш печи готов посмотрите видите он поджарился то что произошло со сковородкой это нормально нам же нужно добиться вот этого красивого цвета вот в этом случае сковородку быть уже нужно так убрали все это пододвинули ведь если слоями укладываю чтобы это было красиво черри томатов долго и не жарим буквально чуть-чуть пусть выпарится достаточно теперь у нас пошел лучок видите я намеренно делаю лучок после помидор остался у нас вот 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 красота после мешками сочек скажем так и ложим зеленые зеленый лучок овощей которые вам предлагаю это идеал я бы так же сказал бы для шашлыков для стейков для вашей допустим свинины которые вы жарите здесь на гриле даже для рыбы неважно курица баранина да творили офигеть да лучок свежий со специями со всеми наши специями которые мы использовали ранее то же время он подрумянился это просто очень-очень-очень вкусно все выключаем наши овощи готовы все положим вот таким вот образом и можете оставлять на ближайшие скажем так полчаса час час у сжигается мангал у меня уже греется фритюр для того чтобы жарить луковые кольца и картошку фри и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok